16 июня на перекрестке улиц Брянска с Гара и Селес, что в микрорайоне Грива, проводились работы по врезке новых магистральных сетей водопровода в уже существующие. Местных жителей предприятия Дагубес Уданс заблаговременно предупредило об отключении воды и связанных с этим временных неудобствах. Особую сложность представляет сам процесс подключения. Работа почти ювелирная, для врезки диаметр труб и места стыковки выверяются до миллиметров, поэтому узел приходится то опускать, то поднимать. Сети подходят на разной высоте и перед строителями стоит достаточно сложная задача выверить идеально узел, подогнать все свои сети, чтобы была соосность труб идеальной. Иначе малейший перекос будет означать, что будет утечка воды и этот узел не будет принят в эксплуатации, эксплуатация его будет невозможна. К работам привлекаются также специалисты предприятия. Им доверяют в выполнении самой сложной задачи сделать врезку под давлением без отключения воды. Строительство осуществляется в рамках проекта Европейского фонда Кахезии «Развитие водоснабжения» в Дагопилсе «Третий этап». Он включает 9 строительных контрактов по сооружению и реконструкции около 90 километров сетей в частном секторе микрорайонов Грива, Недеркуны, Крыжи, Стропы, Ругели, Новостроение и Новый Фаштат. Пять контрактов будут завершены в текущем году. В Стропах и Недеркунах они уже закончились. Местные жители активно подключаются к централизованной системе водоснабжения и канализации. Да, централизованная. Да, довольно. Вроде как никаких проблем нет. Если местная канализация, она поднимается, а так все уходит и все. Ты беды не знаешь. Хорошо, конечно. Подключение сетей к домам для собственников – услуга платная. Цена разнится в зависимости от места расположения колодца, подземной арматуры или конструкции фундамента, а также от запросов клиента. Кому-то достаточно подвезти сети к дому, а другой хочет проложить их вглубь двора. Политика предприятия сейчас такова, что за счет водоканала ставится подключение до красной линии, до запорной арматуры. То есть самая дорогая часть, которая раньше всегда стоила тысячи, из-за чего так люди мучились, предприятие берет на себя. Это получается, если смотреть на улицу, от центральной трубы до зеленой зоны и так далее. То есть это две трети стоимости проекта. Кроме того, работает система отсроченной до конца года платежей. Вместе с клиентом специалисты предприятия находят наиболее приемлемые варианты оплаты. Спрос на подключение довольно велик. На сегодня в работе около 60 заявок. В ходе реализации европейского проекта присоединиться к централизованному водоснабжению канализации смогут около 3,5 тысяч домохозяйств. Процесс подключения новых сетей к существующим на этом перекрестке закончился к вечеру. И в 21 час 30 минут 16 июня подача воды возобновилась. За лето на гриве будет выполнен весь предусмотренный проектом объем работы. А освоить выделенные Еврофондом средства предусмотрено до 1 июня 2015 года.